МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ровно год назад, 21 ноября, именно на этом участке реки было сосредоточено практически все главное управление МЧС России по Забайкальскому краю. Причиной тому явилась гибель двух мальчиков, которые попали во все средства массовой информации, которых найдут подо льдом, но уже мертвыми. Сантиметр за сантиметром в течение шести дней группы спасателей и водолазов обследовали весь Ингодинский участок реки. За поисками школьников следила практически вся страна. Люди потеряли надежду, что можно хотя бы обнаружить тела утонувших. Только после того, как оперативный штаб МЧС предпринял попытки подрыва льда, 24 ноября один из утонувших был найден. Тело маленького Игоря Мухамечина, вмершее в лед на 10 сантиметров, пришлось высвобождать молотками и зубилами. Эта ужасающая картина каждый раз встает перед глазами Олега Сенаторова, когда он выходит на работу. Я сказал, что находятся они примерно здесь, когда мне спросили, где могут находиться. Все. Дальше уже начали местами пропиливали, искать розыскными. Ну, здесь задействовано было очень большое количество людей. Затем вышло предложение взрывать. Начали взрывать лед и осматривать каждую льдину. И в конце концов, на одной из льдин мы обнаружили мальчика. Попытки найти тело второго ребенка увенчались для спасателей неудачей. Мальчика нашли только спустя несколько месяцев, уже по весеннему паводку, в пяти километрах от места трагедии. Родители смогли опознать сына только по одежде. О гибели учащихся говорили в школах и детских садах. Их драматическую историю писали в газетах и показывали в телевизионных СМИ. Казалось бы, ни одни профилактические мероприятия так не сыграет на чувстве самосохранения детей и взрослых. Но все это лишь до первых школьных каникул. Хотелось бы обратиться ко всем взрослым гражданам, четинцам. Когда вы видите то, что на закрайках льда, на озере, на реке катаются дети, не проходите мимо. Не смотрите, что это чужие дети. Подумайте, что это может быть ваш ребенок. Впрочем, халатность взрослого человека зачастую удивляет больше, чем детская шалость. Ноябрьский лед Ингады вблизи жилых домов в буквальном смысле пестрит несанкционированными прорубями, в которых нет подмостков и ограждений. Стоянием 8 метров делаем отверстие для замеры толщины льда. На 9 ноября она составляет 20 сантиметров. Попиющий случай произошел на озере Иргень. Двое местных жителей на тракторе с прицепом направлялись в лес за дровами. По дороге они встретили троих рыбаков, которые попросили подбросить их до места рыбалки. В итоге в тракторе оказалось пятеро. На середине озера лед не выдержал. Задняя часть трактора вместе с людьми ушла под лед. Спастись удалось только троим. Они выбили стекло и вылезли из кабины. После этого уже обледеневшие. Они преодолели 3 километра до поселка. Ледостав на Забайкальских водоемах, а это более 50 рек и почти 15 тысяч озер, длится примерно 170 суток. Первые заморозки привлекают и любителей подлетного лова. Чтобы хотя бы как-то снизить риски на воде, сейчас в патрулировании задействованы более 700 сотрудников МЧС. При себе, если у вас ничего нет, то человек попал в беду. Если у вас есть, к примеру, шарфик, то элементарными способами вы можете сделать для того, чтобы оказать помощь человеку. То есть удлинить и создать так называемую веревку. У нас получается длинная веревка, которую мы бросим человеку, который попал в беду. Не стоит забывать, надежный лед имеет голубой цвет. В этом случае его толщина составляет более метра. Обычно в регионе к эксплуатации допускается не более 40 ледовых трасс. Основные ледовые переправы на реках Ингада, Шилка и озере Арахлей будут открыты только к середине декабря, уже при температурах до 40 градусов мороза. А пока на этой неделе администрация Читы вручила юным гражданам первые паспорта и вновь напомнила – лед ошибок не прощает. Вот вы помните о той трагедии, которая была у нас на территории Ингадинского района в прошлом году. У нас в прошлом году двое мальчиков на реке Ингада погибли, да? Поговорите с малышами в вашей школе, о вашем дворе, с соседскими мальчишками и девчонками, о том, насколько это опасно, насколько это страшно. Александр Куршев, Максим Удальцов. Время новостей.